Музыка Выбор места контакта, на ком месте мы играем на струне Неизвестно чей на струне, украинский или русский То есть молоточек бьет на струне, точно в одной седьмой части Я добавляю, добавляю Прямой угол, это самый короткий путь Вот такая теоретическая основа Я впервые в вашем замечательном городе Я никогда здесь раньше любал и дальше любого я вообще не ездил Я посмотрел Карпат, посмотрел ваш интересный, богатый край И восхищен людьми, которые дороги живут Хотя раньше мне удалось, мне пришлось с вами познакомиться С вами пообщаться и буду очень рад, если мой привет будет вам полезен И оставит вам теплое, хорошее воспоминание Я буду стараться, чтобы так оно не будет Наша сегодняшняя встреча посвящена очень многим вопросам Так я во всяком случае планирую И хотелось бы не начинать с того, что вот как-то вспоминается Много лет назад, когда еще молодым человеком начался Потом начинал работать в консерватории Из вашего города приезжали к нам учиться Очень-очень интересные ребята Их было немного, но были хорошие домристы Вот последние годы, уже много лет, такого не случается И очень жаль Просто мы удивляемся, почему вот такое произошло Видно потому, что мы мало общаемся, мало встречаемся И из-за этого все и происходит И тем более мне в этом плане приятно сегодняшние беседы провести Я надеюсь, что вот эти вот наши конфликты продолжаются Будут полезными и дадут свои результаты Говоря о сегодняшнем положении с народными инструментами Я должен сказать, что заметен небывалый рост и мастерства И общей музыкальной культуры, и общей культуры И рост популярности народных инструментов Несмотря на все сложности нашей жизни Несмотря на все сложности вообще, которые сейчас переживает искусство И музыкальное искусство в частности Вот так случается в истории Вы знаете, что самое сложное для нашей страны времена Каким-то образом, каким-то непонятным образом Происходил рассвет искусства Вспомните лекционные годы, когда приятные писатели, замечатели Композиторов замечательные Все это как-то совпадает Это не значит, что хорошо, когда плохо Людям живется, но тем не менее так случается И очень хорошо, что вот такие наши сложности Не в состоянии погубить иску, которая живет в наших людях Иска тягет искусство, тягет прекрасно, тягет к самосовершенствию И тягет к совершенствию окружающих, каждого из нас людей У народных инструментов стоит заметить, что вот последние годы Они вышли на широкую международную арену Особенности баян и гитары Потому что этот инструмент приобрел профессионально Не просто популярен был раньше, а профессионально Я думаю, что в многих странах мира Далчас цимбалисты приходят еще тоже на международный уровень Потому что цимбалы очень широкое распространение, оказывается Выяснилось, имеют плытушие в Китае Много цимбалистов и во многих в Японии И во многих других странах Что касается струбных народных инструментов, щитковых Народных инструментов я хочу Там есть деньги в России, кстати, называть народные или щитковые Вот я потом об этом расскажу То здесь несколько сложнее Потому что все-таки эти конкурсы, хотя они имеют какой-то чисто состязательный эффект И не всегда способствуют, может быть, планомерному развитию учеников Особенности детей Тем не менее, они дают большой всплеск в плане стимулирования хорошей работы Стимулирования совершенствования, поиска новых репертуаров, новых приемов Совершенствования инструментов Это все хорошо, но, к сожалению, конкурсы по струбным инструментам народным проходят значительно лучше Из детских конкурсов мы знаем Вот Симферополь, Ялта проводят у нас Первократные училища, ученичные ученики Ну вот, и сейчас второй конкурс планируется у вас В вашем городе очень хорошо и приятно Я думаю, что это будет способствовать росту вашего уровня высокого Потому что это дает возможность познакомиться, проанализировать Что-то, что-то принять, что-то взять на руление А что-то признать, что это не подходит Для вашего понимания эстетики И, значит, я хотел бы сказать, что из ростных конкурсов На струнах остался один Квайковский конкурс Это конкурс Индигната Хаткевича И вот, я хочу немножко несколько слов сказать об этом Конкурс второй, это был конкурс международный В составе жюри были представители Украины, России, Белоруссии, Молдовы, Франции, Канады Вот это, да, вы там познакомитесь А участников на сей раз были, в прошлый раз были россияне, белорусы и украинцы На сей раз, кроме этой категории, были еще словаки и соседние нашей страны И из Молдовы Это цимболисты Говоря об этом имени, о имени Игната Хаткевича Это человек, родившийся в Хатке Проживший там значительную часть своей жизни В то же время оставил добрый свет и здесь, в ваших краях Потому что это была личность разносторонняя Он был и музыкант, он был и композитор, он был и педагог Он был и бандурист, и камзак Он был и хорместер, и режиссер, и драматург, и писатель, и общественный деятель Крупный музыкальный, к сожалению, в жизни оборвался печально Как-то там в эти 30-е годы он пострадал И мы сейчас с радостью осанавливаем ее наследие И убеждаем, что действительно была выдающаяся личность И вот этот конкурс мы бережем и стараемся, чтобы он был и дальше И надеемся, что в следующий раз, в следующий конкурс, в третий Через три года мы будем уже видеть участников из вашего региона Так мне хотелось бы и так, наверное, будет Так вот, возвращаясь к Игнату Хаткевичу Сейчас, поначалу, когда это все только начиналось То всю его деятельность водили только к бандуре Только бандура и не шире Киев даже пытался провести конкурс Имени Игната Хаткевича, только бандуристов Но из этого хорошего ничего не вышло А мы пошли дальше, потому что этот человек считал, что бандура одна сама по себе Жить и существовать, и как бы развиваться не может Тем более, что жизнь диктует то, что есть окружение Окружение многих других украинских народных инструментов И эти разговоры о том, что нужно все остальное как-то приосновить Особенности домора, поскольку считается, вроде, есть такая версия, что это совершенно русский инструмент Вот, то Хаткевича этого не считал Он не считал, он считал, что он даже написал трактат, большое интересное Написал все инструменты, их распространение Написал их какие-то возможности, их сферу эстетическую То есть много интересного И он был сторонником для того, чтобы вот эта вся семья богата, которая бытовала Которая имеет исторические корни в нашей стране, чтобы она постоянно здесь развивалась и продолжала жить И вот в этом смысле, возвращаясь к Добре, я хотел бы буквально несколько слов сказать Ну, во-первых, так сейчас известно, что истоки Добре исходят еще в те времена, когда не было разделения на Россию, Украину, Белоруссию и Ленинград Были славяне, и вот именно в недрах славянского государства появилась Добре, и она уже бытовала и играла свою роль в том обществе Это одно, и поэтому сейчас и споры о том, что это русское или не русское, по-моему, напрасны и совершенно неприемлемы С другой стороны, если жизнь, взять историю немножко, то вот после создания Андрея оркестра первого, так назывался Великорусский То после этого популярность вот так возросла, что во многих регионах империи начали появляться оркестры такого типа или подобного типа И вот есть статистика такова, что просто она вот о многом говорит Одна из газет опубликовала сведения о количестве приобретенных народных инструментов по регионам той Российской империи И когда эту статистику мы просмотрели, патализировали, оказывается, что Россия значительно уступала в количестве инструментов, которые приобрели именно в России, в Украине Вот удивительно, да, казалось бы То есть здесь пошло это быстрее почему-то И я хотел бы сказать, что вчерашняя беседа с вашим преподавателем Лидией Алексеевной Она вот даже такие несведения, которые я не знал, к сожалению, я сейчас удовольствием к вам повторю Что оказывается, еще до прихода сюда советской власти здесь уже был оркестр народных инструментов У вас в вашем регионе имел большую популярность То есть вот это вот нельзя так откровенно и как ты говоришь, что насильственно пригнестись и так далее Не могло это все насильственно пригнестись Но народ сам востребовал, народ сам, видно, был близок по своему духу к этому виду искусства, к этой эстетике И он ее воспринял В этом плане вот эти вот разговоры, споры, одобрые, какая, что она, русский и украинский смен, по-моему, совершенно напрасно И здесь, что она живет, она и до сих пор не имеет здесь И еще, если начинать копать, так неизвестно, чейный инструмент, украинский или русский, если считать, что киевский уже центр Украины И в этом плане ни в коем случае нам спорить не скучно Тем более, что он здесь живет и весьма популярен среди широких массов Другое дело, что материальная база ее пока не очень высока, поэтому, может быть, ее популярность недостаточно на сегодняшний день Вот такой вот исторический Значит, несмотря на то, что наши инструменты имеют и богатый опыт, и богатое достижение И такую вот популярность в смысле обучения во всех звеньях музыкального образования В то же время существуют очень большие, пока еще, пробелы теоретического плана В теории исполнительства, в теории самого инструмента И мне хотелось бы, возможно, сегодня эти пробелы как-то попробовать изложить свои позиции на те вот пробелные вопросы Которые достаточно четко и освещены Прежде всего, вот раз музыка есть звук Понятно всем, да? Значит, это материальная основа нашего всего искусства Значит, прежде всего, речь должна пойти о звуке Я знаю, что это проблемы, это проблемы звуки, звучание, звукоизвлечение, звуковедение и так далее Все музыкальные инструменты и вокалисты, в том числе, уделяют центральное внимание И в этом плане мне хотелось бы с вами сегодня побеседовать Я прошу прощения перед детьми, для которых, по-видимому, эта тема будет трудной и утомительной Но вот если вы даже заскучаете и нас покинете здесь наедине с вашим педовой Вы совершенно не обидимся, понимая, что эти материалы у вас будут несколько сложноваты Итак, звук Поговорим о звуке Звук явление неоднородное И если взять его природу физическую, то понятно, что звук имеет новую составляющую Это его высота, это его тембль, его сила и некоторые другие качества Говоря о тембре звука и вообще о звуке, то можно сказать следующее Что струнные инструменты являются наиболее широкой частью музыкальных инструментов И в нашем деле сейчас именно об ней говорим, что здесь центром всего звука является струна Но если взять инструмент, то конструктив, например, он построен так Струна центр звука, она источник, она центр Все строят, дает уже какое-то ее оформление Гриф дает возможность изменять высоту Да, корпус резонатор, дека усиливает колебания, струна подставка Гриф дает колебания струны на деку и так далее Колки служат для настройки изменения То есть все как бы изэкономерно, все приспособлено и все целесообразно В этом плане, если вспомнить Чернышевского, что прекрасно, то, что целесообразно То, что соответствует жизни необходимости В этом плане наш инструмент был декрасен Потому что он в какой-то мере совершенный и целесообразный Если в этой струне, то струна издает звук благодаря колебаниям Причем эти колебания неоднозначны, они многогранны Струна колебается всей своей длиной Половиной, третьей, четвертой и многими-многими своими частями И если колебания, естественно, целого поделяют Высоту звука, высотное положение звука То все остальные составляющие колебаний создают Возможность появления тембра, звука струны И чем больше этих составляющих, тем богаче, разнообразнее И чем очень он чрезмерно присыщен, тем он уже становится Присыщенным в смысле тембральным Становится будет даже менее приятным и выразительным Таким образом, если вы, то струна как бы поет Не просто так, а поет хор И не только струна на домре, и на скрипке, на челе, на контрабасе, на бандуре гитаре, но и на фортепиано Я хочу вам просто один опыт показать А потом-то иду дальше, расскажу, что мы делаем Вот если мы взем Вы знаете конструкцию фортепиано И знаете, что здесь есть Система диактора, которая загружает Звучание струны Таким образом, если мы поднимаем клави Вот я беру и открываю струну звук до Звука нет И беру совершенно другие звуки Которые, надеясь, что путем резонанса я извлеку на той струне, которая открыта просто и нет Каким образом я на ней не играю Слышал? Да? Слышал? 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 Таким образом, если я сыграю одновременно эти звуки, то эта струна запоет у нас хор Вот она смолчит Я не очень хорошо настроен, поэтому резонанс может не очень Но все-таки вы услышите Так Вот, вот я беру Нет, еще таля, далеко вот этот далекий пертон, который исходит с серого негармоничных травм То есть, вот он доказательств, что струна пойдет корж И это хоровое пение струны, оно не просто так возникает не случайно, а приблизит своим закономерностям То есть, если мы говорим, что струна колебны своими частями кратными, то значит она и извлекает звуки кратные своей основной высоте Таким образом, значит, струна может звучать, а я вам сейчас могу и показать, к примеру Вот мы играем звук соли Так Я беру, перекрываю по средине струну Глушу Так Если я заушу, то рядышком берегу У нас ничего нет, да? Вот видите Теперь я перекрываю по средине И получаем первое бертон Если я перекрываю в четвертой части И получаем третье бертон Здесь сопадается Бертон Если я перекрываю в пятой части, то получаем следующее Бертон Он здесь, здесь, здесь и здесь. Слышите, да? Таким образом, вот там раз, два, три, четыре и даже три. Пятый год. То есть, вот там доказательство, что струна звучит своими частями. Причем, звучание этих частей, струны и звучание этих картонов зависит от того, в каком месте мы играем по струне. И чем мы ближе играем на струне к краю, тем больше у нас получается гердонов. Почему? Потому что был такой физик, он же математик, он же музыковед Томас Юнг, который открыл закон колебаний струн, в котором пишется, что, ну не пишется, а назначается, что если извлечь и возбудить колебания струны в какой-либо точке ее длины, то это, значит, при этом возникнут те частичные колебания, то есть абертоны, для которых данная точка не является узлом. То есть, ну, как разница деления, условность. Что это значит? Это значит, что если мы играем посредине струны, которая практически является углом большинства абертона, мы получаем самый бедный патебру звука. Вот я выиграю посредине. Так, постепенно, переходя ближе к подставке или другому краю струну, мы выше поменяем стем. Вот он, и пустой, чистый. Дальше переходит тогда, когда абертоны перекрываются, но это так на каждой струне. Таким образом, если нам нужно иметь звук более обогащенной абертоны, мы играем немножко ближе сюда. Но самое смешное, что это не всегда получается. Иногда ближе сюда, получается тоже ближе к краю, потому что два края строны. Это что здесь, что здесь. Так? Одинаково. А если мы прижали звук, где-то вот здесь, наверное, на какой-то позиции, на четвертой позиции, то, смотри, получается, что мы и здесь можем играть, и здесь. Одинаково. По тембру получается. То есть, иногда механическое движение правой руки сюда вот ближе к грифу, оно дает эффект обратный, а не тот, который мы ожидали. То есть, иметь в виду, что второй край, который не контролирует, не управляет, и вроде бы, то есть, остается вне нашего внимания, он тоже имеет то же значение, что игра в вере подставки. То есть, так я не могу углубляться в эти подробности дальше, потому что довольно сложно, но принцип вам ясен. Почему? Поэтому выбор места контакта, на ком месте мы играем в стране, имеет огромное значение для любого инструмента. То есть, мы таким образом можем добиваться какого-то оптимального звучания, необходимого среднего звучания, или же окрашивать звук необходимые для нас тембровые окраски. То есть, извлекать больше или меньше эльтона. Совершенно различные. Если взять фортепиано, то там, посмотрите внимательно, как встроено. Здесь ровно, а вот здесь, это часть, где молоточки бьют ровно, а вот края струны, они вот так вот выглядят. То есть, фортепиано так рассчитано, что струна бьет, то есть, молоточек бьет по струне, точно в одной седьмой части. Есть конструкции, где в одной девятой, где немножко выше. Седьмой, потому что они извлекают абертон, который не гармонирует с основным тоном. И тут вот... Они его убирают, берут вот эти точки, и как раз, раз в точке в этой берется звук, значит, абертона нет. Все. И вот избегают становящего звучания. Ясно. Вот, значит, таким образом мы имеем, значит, наше понимание местоконтакта. Это первая позиция. То есть, местоконтакта, оно имеет значение для формирования тембра. Ну, если мы играем на одном месте, понятно, что мы определились. А ну, если мы движемся по грифу, значит, и место должно, соответственно, постоянно корректироваться для того, чтобы сохранить одинаковый, равнозначный тембр. Да? А иначе, что получается? Знакомая картина, да? Я выровнял тембр, и все. А если мне нужно, чтобы менять, я тогда искусственно доделаю. То есть, движение точеконтакта по струне медиатора или пальца по струне имеют значение для сохранения тембра, либо для его корректирования, либо для его резкого изменения. Дальше это будет иметь еще одно значение, еще другое. Я потом когда перейду к следующему. Здесь все понятно, да? Вот. Но количество обертонов, их обертонный спектр, их наличие в звучании струны или звукоизвлекаемого любого на струне, это еще не все. Оказывается, что значение имеет и та скорость, с которой палец или медиатор преодолевает сопротивление струны, когда он извлекает звук. И был такой физик, тогда все были и физики, и математики, и медики, и музыкомеды, и все, Дельгольц, который установил закономерность, что чем быстрее речь и кратковеревнее сопротивление предмета, который извлекает звук на струне со струной, тем в большей мере проявляются обертоны высокие, которые уже спектром по закону Дюнга обусловлены. И наоборот, чем медленнее, тем меньше появляются высокие и больше проявляются низкие обертоны. Значит, что значит? Это значит, что мы играем по струне резко или стоп-коидом, играем пальцем, который дольше скользит и успевает снимать части обертонов, или острым медиатором, или гвоздем, или еще чем-то. Звук от этого зависит тоже. И как мы играем резко, спокойно тоже зависит. В этом плане есть тоже момент, которым можем управлять звуком. Можем управлять звуком, и уже корректируя закон Томаса Юнга, первый такой корректируя. Так вот и получается у нас, что одним и тем же приемом можно использовать разные, извлекать разные звуки. Известно, что высокие обертоны, они быстрее угасают, низкие обертоны дольше сохраняются и звучание. И если больше низких обертонов, то в связи с тем, что комплекс их дольше звучит, звук воспринимается как более длительно звучащий. И наоборот, если много верхних, они быстро угасают, и основная масса звука вверх исчезает, то звук воспринимается как более короткий. И поэтому, не меняя тембр, ничего не изменяя, мы можем добиваться различного звучания. Так или... То есть более короткие мы делаем. Или же медиатор плоский идет, или повернутый, то искусственное его сечение увеличится. Есть разница? Есть. Может, даже не такая лобовая разница, но так и есть, а это искусство все ослабляется из мелочей. Эти мелочи тоже имеют свое значение, это в дальнейшем тоже будет рассказано, как это применяется. И еще. И еще один момент. Еще одна корректура есть, оказывается. Это уже позже. Физики установили, сверующие, что каждый предмет, если он прикасается к струне, он вызывает ее деформацию. То есть она ровная. Когда она просто спокойно, никто ее не трогает, она имеет прямую линию. Когда она не нажимает, или ударяет каковременно, но ножи будут все равно каковременные, она меняет свою прямолинейную форму. И в том месте, где ее нажимают, форма применения, вот как раз эта критическая точка. Она может быть плавной, когда палец обволакивает и делает. Она может быть более-менее плавной, когда бедятор хоразотов сосредоточен и имеет правильную, акустически оправданную форму. И она может иметь, если мы берем каким-то острым, у меня его, к сожалению, нет, но я бы мог, если у вас есть, я могу показать, как это бывает. Вот. То получается, как бы, острый угол, тупой угол, или какая-то овальная сфера, которая вот эту вот точку фиксирует. И вот эта точка, которая есть, либо мягкая, либо острая, гуляет по струде и создает еще какие-то свои амбертоны, которые не зависят ни от юнга, ни от гельмгольца, ни от кого. То есть форма медиатора имеет значение или форма предмета, которым извлекается звук, на гитаре ногти, на бандуре искусственные ногти и на добрый медиатор, на мандолине тоже. И даже балайшники могут играть гитаристами на разными способами, а балайшники могут играть большим пальцем, допустим, могут играть позадьим пальцем, могут играть пальцем таким образом, пальцем-ребром, и таким образом меняется тембровое соотношение остальных, хотя мы уже, то есть, только вот этой частью вот технического приема. Вот это вот одно. И дальше. И дальше значит флажолеты. Это тоже я хочу подкрыть этот раздел отнести тоже к законам Юнга и Генгольца. Значит, флажолет это искусственно извлеченный, выделенный из общего участия страны Абертон. Казалось бы, нет проблем. Прикасайся себе к точкам, которые соответствуют и будешь иметь флажолеты. Однако не совсем так. Да? Я провожу пример. Вот я поставил классический вариант правой руке. Видите, да? Где-то в зоне 24-го лада, да? Играю, пытаюсь играть флажолеты. Слушайте, что получается. Так, а вот, и здесь. 24-й. Нет. Есть. Плохо. Это есть. В чем дело? Оказывается, закон 1-й том Томаса-Юнга и 2-й закон Томаса-Юнга. Если мы прикоснемся к стаде, то оставится Абертон, который не является, некоторая точка является узлом. А там наоборот, не извлекается Абертон. То мы, оказывается, пытаемся извлечь несовершивающий Абертон. Вот, под законом Томаса-Юнга, вот здесь будет 4-й Абертон отсутствовать. Потому что его зона. Вот он. Здесь его нет. Поэтому и вложить здесь извлечь практически невозможно. Поэтому, чтобы не рассуждая и не заглядывать и линейкой не мерить и седьмом, общий такой принцип. Извлекая фажолеты. Чем выше порядок фажолета, то есть, чем выше он по скале, они, значит, расположены по... Ну, я говорил, да? Их порядок определенный всегда, интервальные соотношения. Первый октава, квинта через октаву, две октавы тэрн, дэо, дэцима и, значит, дальше квинта через две октавы и сэптима через и октаву. Они так всегда расположены. А дальше там уже тоже есть, но они, как бы, не подлежат измерения, там очень далеко от сэптима операции. Вот. Таким образом, для того, чтобы не попасть в мертвую зону и не пытаться тщетно извлечь тажелет, следуем одному принципу. Чем выше порядок, тем играем ближе к подставке или ближе к другому краю. Вот. Получается. Значит, для октавного посредине лучше играть, для квинтового сюда, для квартного сюда, для торцового для малого торцового еще выше. И все, оно получается. Если они будут въезд, то эти клаветы мы не включим. Потому что, получается, так называемые мертвые зоны. Как на тромбоне есть мертвые зоны, где невозможно здесь, нет и вертона. Вот. Таким образом, законы пересекаются, перекликаются и дают такую картину. Трудно, нет? Трудно или не трудно? Конечно, инструмент, качество его очень большое значение имеет для качества звука. Но это значение имеет стабильный характер. Инструмент влияет постоянно. Вот так он изготовлен, и он влияет. У него такой тембр, у него есть свойство излилили больше отличать на высокие бертоны, на низкие бертоны. У него есть свойство иметь более значение, более резкое, более сухое, более цепкое, более четкое и так далее, и так далее. Вот. И это сфера неуправляемая. А вот сфера точки контакта, качество влияния на струну и так далее, эта сфера зависит от исполнителя, и она им управляема. И для того, чтобы управлять и зная, чем их управлять, проще знать закономерности, тогда можно на основании закономерности многие вещи не искать, не сидеть, месяцами искать звук. У меня все это будет. Почтенный, очень уважаемый музыкант, который есть тоже близкий, он ученикам своим говорил, вот играешь на сцене, сидишь, ищи звук, ищи звук, постоянно ищи звук. Я говорю, что он был и мой, на сцене поздно искать звук, искать нужно его дома, а на сцене нужно его извлекать, уже найденный, а искать это уже делать. Вот для чего нужна теория, чтобы не искали, не забрали, а делали то, что... Да, и еще одна закономерность, которая касается одного самого характерного для Домауры и многих сторон, это приема, это тремоло, пульсирующее звучание. Тремоло, это пульсирующее звучание. Тот же Гельмгольц выяснил следующее, что пульсирующее звучание воспринимается слухом неоднозначно. Есть частота импульсов, которые фиксируются слухом, есть частота, которая адаптируется и не фиксируется, воспринимается какое-то звучание, какое-то колеблющееся, пульсирующее, но непрерывное звучание, и есть частота, которая раздражает слуховое нервы. Это связано, я не хочу об этом подробности рассказывать, там есть, вот это связано с устройством уха, там есть противоволокна, которые резонируют, резонируют, чем длиннее идти, резонируют, а потом у них след остается, или они не успевают так сказать еще и пусть прекратить, как звук прекратился, зашел следующий и так далее. Вот. В этом плане есть такие установки, что до 12 колебаний где-то в секунду звук фиксируется, частота его, после этого до 18, до 20 идет непрерывное такое ощущение, непрерывное звучание, и дальше идет звучание, раздражает наш слух. Ну, и в этом плане это одно, а второе еще, приближение к нижнему пределу или к верхнему пределу имеет еще и эмоциональный смысл, что спокойная вибрация, непрерывная, она как бы создает образ спокойствия, величия, какого-то такого торжества, если может быть. Беспокойная, более приближаясь к верхнему пределу, она каким-то образом вызывает напряжение, если это ярко, тихонечко, взволнованность, то есть какие-то вот такие трепетные эмоции в состоянии человека и так далее. Срединые. Вот это тоже имеет большое значение для нашего треволка, который был один из таких основополагающих, приемов, где нас, у лекторных и депректорных инструментов. И вот даже такой случай, чтобы вы, вам запомнилось, что это все, несколько моментов. вы слышали и читали о том, что да, еще немножко вернусь назад, вернусь назад. Есть радиотехники, есть понятия, и есть, значит, частоты, которые запрещены для радиолюбителей. Это 7 Гц, нельзя. Чискар починить, потому что это физиологически опасно для здоровья человека. Я знаю такой случай, неприятный, был смешной, хотя он был, я работал в филармонии, в оркестре, у нас был балайшник, он ужасно не любил свою тещу, почему-то. Это не бывает такое. Но он не любил тищу, и он мне все грозился, а он, он не любитель. Я и 7 Гц завтра устроил, который с ума сошел, грозим мой, зачем это будет? Не смей этого делать, я всегда отговаривал. Ну так он вроде и не сделал, это свое запасное счастье, но, во всяком случае, есть такие частоты, которые вот отсюда, то и возникают вот эти вот эмоциональные состояния, которые вызывают различные восприятия, различные частоты это эмалирование. Дальше. Если мы, я еще кругом да около, потом я подряд буду говорить. Если мы возьмем скрипку или другой струнный, смычковый инструмент, то там есть такой прием, как вибрация. Да? Вы эту вибрацию знаете. Вот. Так оказывается, если вибрацию взять и проанализировать, и разобрать графически, то это фактически вибрация дает пульсирующее звучание. Скрипки. Не непрерывные, как с мячом выгодят, а пульсирующие. Пульсирующие. Почему? Потому что, если я доставил, загрузил, значит, идет звуковая волна. Активная, пассивная, плюс-минус, да? Фаза. Вот она. Следующая загрузка, когда еще в зале звучит, если угас, и следом за ней чуть повышенный, чуть пониженный при вибрации, допустить повышенный, частота амплитуда сокращается немножко, и когда она на эту волну накладывается, то наступает зона, где плюс-минус идет, и звук исчезает полностью. и вот эти промежутки дают эффект пульсирующего звучания. Так вот, Аула кихет в своей работе, что частота вибрации, ее ширина и частота имеют большое значение для выразительности. Где-то он совсем не рекомендует, а где-то рекомендует использовать. И вот частая вибрация, она дает один эмоциональный характер, редкая другой, широкая, спокойная тожесть и так далее. То есть, это не новая, ни в какой Америке мы не забыли так. И даже, если вернуться в истоки древней Греции, тогда уже театр сопровождали реакторные инструменты, были такие, вот, то они тоже как-то, так сказать, эти вот ученые там же были еще, и они тоже каким-то образом определили, что какую музыку, какой частотой треволировать. Уже там эти намеки были, торжественную, спокойную, величественную, да, а светскую, так сказать, ближе к земным радости на грехах ее можно почаще и так далее. То есть, вот это явление не новое, ничего не изобретают, а все было известно, просто я вам говорю, на что обращаю внимание, что было бы и раньше сделано. Вот, собственно, и все, что касается, значит, закономерности. Еще несколько слов о медиатой. Поскольку это основное орудие, то, значит, понятно, что ее форма, его качество имеет большое значение для качества звука и для удобства в пользовании медиатора. Ну, прежде всего, что этот предмет, орудие, это звукоизвлечение привело исторически большие изменения. Во-первых, в части материала. Раньше, когда до заре, лучшим материалом считался еще раньше, когда мандолином перо, гусиным пером играли, было такое. знаете, на карисинах тоже были гусиные пера, использовались, что мы их заменили постепенно. Затем появились роговые медиаторы. Дальше, уже ближе к нашему времени, и вот уже к Андреевским временам, позже, появились медиаторы из черепахи. Черепаха, не до которой по возрастам, по озерам, по речкам. Это другая черепаха, гигантская черепаха, патрица, которая живет в океане и достигает огромных размеров. Это сортирный панцир, а та прослойка между панцирем и ее телом, которая в огромных размерах, она бывает довольно толстая. Гребешки были модны, раньше расчески, там, портсигары, табакетки и так далее. Это все приемодный материал. И вот, пока весь его не съели, и этот материал существовал и стал самым лучшим. Более позднее появились, ну, пластмассы были, понятно, пластмассы были. И вот я, значит, потом я расскажу, почему даже изобретение прилетало, придумал, такое под пластмассовый медиатор. А позже появились капроны, которые несколько проблем у сняли. И материал капрон совершенно разный. Бывают вязки, бывают слабые, бывают неупругие, бывают всевозможные. И вот такая идея пришла к Донецкому донбристу, вы знаете, музыкант и выдающийся, и композитор, и исполнитель Валерий Никитичевской. Идея изготавливает медиаторы из капронов баллончиков для газовых зажигалок. Это трудная работа, но вот его идея. Почему именно вот из этого баллончика? Я потом думал, я как-то увлекался физикой, химией, и я подумал, почему как. Значит, дело в том, что именно из-под газового баллончика капрон, если бы просто баллончик был бы и не был заполнен до этого газом, то он совсем не тот. А почему? Потому что формула вот этого, значит, полиматериала, то есть баллончик капрон сам, и формула газа, она близка. И когда нагнетает газ в подошвом давлении, то газ внедряется между клетками кристаллической решетки баллона, и материал еще больше уплотняется. Получается очень мощный. Причем, если вот в негативе представление нагревают, то эта вся упругость исчезает, потому что испаряются вот эти вот дополнительные уплотняющие молекулы газа. Поэтому вот материал такой. Теперь, что касается формы. Значит, в чем проблема? Проблема в том, что, опять-таки, его законам физики, акустики, любого звука, его начало, его особенно насильственное угасание связано с появлением какого-то шумового эффекта. Ну, действительно, берем мы струну, касаемся. О, слышите, да? Чем этот шум больше, чем больше предмет, ширина предмета, который касается. А почему? Потому что он захватывает больше узлов и больше тонн угасит. одна проблема, да? И другая проблема. А другая проблема, что если, вы помните, та закономерность, что если острый предмет извлекает звук, то звук, этот излом гуляет по струне и дает резк противный звук, который не подчиняется этим законам. То есть форма должна быть совершенно такой, чтобы она могла с одной стороны препятствовать возникновению излома, с другой стороны способствовать более мягкому излома струны и в то же время с широкой поверхностью не стучать, не оглушить много обертонов и не вызывать шумовые эффекты. Вот с этих принципов я и в свое время изобрел отверстие на самом конце игровой части медиатора. Те, 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 кто постарше, они, наверное, это помнят. Я знаю, что были некий технический случай, многие делают дверки не здесь, где играть, а вот здесь, делали, в любом месте, так и там, где нужно. А смысл в том, почему эта идея, нам не приснилось во сне, кстати, я фанатично увлекался звуком и все и думал, как у меня снилось звучание дома, и такое должно быть. Какое-то такое святое, неподдельное и непосредственное. Вот. И мне приснилось, что же, если стучит, он шириной, медиатор, а зацепляет страну и делает угол тоже шириной. То есть, широкий угол, а стучать, я взял просто и выбрал ту часть, которая стучит. И получается, струна не ломается, а стучать ей не починит. Вот и все. И практически шумы исчезли таким медиатором. Пластмасс. Но капронный медиатор я не знал, потому что он потеряет свои свойства, и он гибкий, становится мягкий и ненадежный. Поэтому отошел, тем более, что капронный материал более благоприятный для этого. То есть, вот в чем дело. Поэтому, поэтому форма медиатора должна быть такова, чтобы давала возможность обеспечивать и узкую часть, и широкую часть. Ну, такая, как вы знаем, она есть, но там разная модификация, но вот самое основное, что форма должна быть таковой, чтобы вот эти кромки, изначально, когда вы делаете заготовку, были под прямым углом. во-первых, прямой угол, это самый короткий путь для скользящей струны, и она преодолевает его за большее время, и таким образом он не так цепляется, струну не так препятствует движению медиатора. Во-вторых, прямой угол дает возможность путем незначительного опускания медиатора вниз очень значительно расширить ту часть, которая касается. И таким образом мы можем на пиано, когда все шумы и стуки и все посторонние певицы играть самым кончиком медиатора, то есть узкой поверхности и излома не вызывать, потому что нет нагрузки на струну и сильные. И наоборот, при более сочном, более ярком звучании опускать его чуть ниже, играть широким медиатором, но в этом случае шумы заглушаются. Все. Вот такая теоретическая основа. Кроме всего прочего, ну это может не будет время, я это вам сделаю при вас, прям один. Это даймет довольно много времени, но вы видите всю процедуру, весь процесс, и я думаю, что вам будет интересно. Ну это уже, конечно, только данный непосредственно, чтобы вы увидели всю процедуру и понимали, насколько это трудно и печально для мастера. Вот. Но таким образом, значит, мы имеем возможность такой медиатор и извлекать звуки различных модификаций, совершенно почти избегая шумовых этих вот призвук, которые ненегольно возникают. Ну и кроме всего прочего, все зашлифовки, все фаски должны быть очень плавно переходящими от спокойного горизонтали к реакционному положению, не иметь никаких зазубрин, нигде ничего, он тщательно шлифуется, медиатор не имеет ничего. И чтобы настолько была отшлифована фаска и вот эта даже вот кромка и все остальные собраты, из-за родникового. Потому что, как потом, если я видотерпить, я вам скажу, что здесь происходит, то медиатор все время работает при обсходимости. Он и плоско, и под углом, и даже немножко под обратным углом, и поэтому любая шершавость царапины это может вызывать и затруднения в игре, и вызывать большие признаки. Вот это основное. Какие-то вопросы есть по чисто физической, теоретической части? Нет? Да все понятно? Ну хорошо. И давайте, я чувствую, что напряженность, давайте пять минут покурим, и потом и дальше. Пойдем уже непосредственно к приему игры и всему остальному. Хорошо? Чтобы чуть-чуть так отреклись, а я покурю за один момент. И там и получается вот эти три элемента атака введения и сведения они присутствуют. То есть для нас может быть три шриха и некоторые поизгодные. Это раздельные, это издеташе, это легато, это стакан. Вот три шриха, которые мы можем себе применить. Но самое интересное начинается потом, что на домре, на валаке, наверное и на гитаре где-то, что каждый из этих штрихов может быть воспроизведен несколькими приемами игры. Ну, возьмем к примеру деташе. Большой деташе играется раздельным тремоло. Раздельным, то есть тремоло, которое каждый раз имеет свою атаку, но заполнение звука ведет за счет интенсивного и дремолирования этого звука. Так? Я в общем буду показывать, чтобы было понятнее. А просто учитывая, что специфика разговора, игры совершенно разные. Тут правая голод часть голодова, там левая часть голодова. Это трудно. Я могу некоторые погрешности допускать звучание, к сожалению. Я бы этого не хотел, но к сожалению просто вы это примите и достичь, что может не сразу что будет, я буду пытаться все повторять и поправлять, потому что очень сложно соговорить и играть одновременно. Ну, к примеру. И так далее. Это я широкое этаже делаю. Дальше. Если этаже у нас в более спокойном движении, но довольно подвижное, тогда в этом случае на добре возможно исполнить этаже щипком вниз. кстати, о щипке и ударе. Что я хочу сказать здесь, что это похожие, но разные вещи, потому что щипок более спокойный, потому что он извлекается из готового медиатора, то есть медиатор, который заранее пришел строить присновение. А удар начинается движение руки и уже по ходу движения струна начинает медиатор бьет по струне уже заранее, то есть менее контролирование. Вспомните закон гельбольца, что здесь каковременное сопротивление со струной медиатора, а там более длительное, поэтому там более протяжное, потому что низкие вертоны больше проявляются, а здесь более отчетное, более четкое и более короткое. Вот тем отличаются удары щипок. Вот. И в этом плане значит вот именно щипок для летошевства в таком движении в умеренном именно и считается наиболее приемлемым. Так. Вот второй вариант. Третий вариант. Если еще более в быстром движении, то в данном случае переменный. Идет удар, мы говорим переменной щипок, потому что в быстром движении применимый удар и контролировать фиксацию сопротивления строительства удаления. Поэтому именно удар переменный щипок переменный может быть теоретически, но практически не применяется. Ну, очень спокойно, уже нет смысла применения. Можно вниз. Так, в этом плане значит вот это мы мы стараемся играть немножко ближе сюда, более спокойным движением, то есть не резким, а так, то есть как бы не ударами, а стараясь все-таки удар привезти щипку немножко. Это в быстром движении дедаше таким образом извлекается. И еще один прием есть такой прием ритмичное скольжение медиатора по струде. Это тоже мы применяем, когда есть возможность педализации, возможность значит каким-то образом это играть одним движением. И вот там еще один вариант и могут найти еще какие-то варианты можно найти. Дальше легато. Легато в спокойном движении ясно, что связанным тремоло обеспечивается. То есть мы стараемся не прервать тремоло, стараемся соединять так, чтобы не было толчков, иначе в какой смысле легато так. И стараемся сохранять тембровое, если тембровое будет какой-то всплеск при особенно большом движении, широком движении, интервальном, то тоже будет мешать легато все это. Корректура идет, правой рукой возвращаясь назад. Вот такие особенности дремолирования именно на легато. Ну и для скольжения еще примера, когда в быстром движении нужно играть. Скольжение хорошо применяется, я вам пока сейчас один отрывочек маленький, не музыкальный, где я сыграю двумя приемами, то есть одним приемом, но он немножко модифицирован в свете той акустики, о которой вы говорили. вот пример, я играю сейчас, подражаю почти легато. Второй прием. Уже стопка получит. Я сразу беру высокие бертоны, чтобы создать более короткие звуки и более жестко сжимаем ядром играю большим кончиком. Здесь ядр глубокий. Здесь короткий ядр и немножко выше. Вот вам каким образом трансформируется прием игры на штрихи. Дальше стакката. Стакката, если оно в спокойном движении, конечно, играется либо вниз, либо в одну сторону движения медиатора. И желательно это остренькие жесткие штрихи, то есть удары, жесткие движения руки, либо немножко берется повыше. Что-то такое. это видите, что делаю, право-бар-пы. Я коротенькими, цепкими ударами работаю. Стакката на скрипке быстро особенно играется. стакката. встречается на широком движении, поэтому короткое тремоло с паузой тоже здесь возможность играть стакката. стакката. Итак, стакката, видите, каждый пьем три-четыре я вам вариантов приношу. И промежуточные штрихи. Портата. Некоторые путают портат и портамента. Вот на фортипиано это портамента говорят, но там несколько другого. У нас портамента это приемок аппликатурный, а на фортипиано это прием именно штриховой больше, в туше. Так, портата. На сторонах больше говорят, чтобы не смешивать с портамент. Что это? Это промежуток между биташе и легато. Как это делается? Если это спокойно движение, то эмалируем. Не происходит эмалируем, причем происходит непрерывное, а разделение звуков считается пальцами, допустим. Видите? на разных звуках, то мы трималируем один звук начинаем вниз, второй вверх. Получается, вроде бы, звучание непрерывное, но фиксируется так, как каждый звук. Пусть подчеркнется в большей мере. Вот такой пример можно вам привести, как промежуточные штрихи. Вот эти другие штрихи спиката. Спиката это очень сроки нашего переменного штриху, потому что на скипетах самая картина происходит. Звучок струну прикасается, толкает струну и отскакивает, и дает вознос звучать струне свободно. можно и легатом как идет. Ясно, да? Это ближе к спиката уже. То есть, когда мы коротко работаем по струне медиатором, коротко, кратковременно, и пальцы оставляем на месте. Получается примерно то, что нам необходимо для этого. Ну уж какие еще здесь могут быть? Особое внимание следует обратить на ритмическое скольжение медиатора. Это очень характерный для добрый прием и, к сожалению, не очень хорошо разработанный. Когда он соединяется с различными другими приемами, то он дает очень большой эффект артикуляции. От легата до различных возможностей. Вот если вы посмотрите упражнения мои, есть вот в этой школе Лысенко Михеев, школа двух авторов, там есть специальный цикл упражнений для домры, где вот эти вот широко используются возможности скольжения с сочетаниями с другими приемами, с переменными или там с щипковым ударом. Это большие возможности открываются и очень интересно это все происходит. Ну, допустим, сейчас я один чуть попробую поиграть. Вот, сейчас я его обычно позову. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот, например, сочетание скольжения, когда можно играть один звук, выделяя как мелодический звук, другие звуки как компонирующий и много других и вот так. Знакомый мозг, да? Вот этот пример. Дальше. Концерте подборного. Помните пизод? Все это понятно, да? Дальше. Да? Видите, в обычном скольжении. Дальше. Соединяется. И получается совершенно разнообразная артикуляция и в этом плане обогащает очень сильно инструмент. И масса примеров множеств. Поэтому вот я хотел бы об особое внимание ваш обратить на изучение и на применение в практике игровой именно скольжений. Потому что они с одной стороны облегчают очень задачу очень часто. С другой стороны дают интересный эффект звуковой. А в третьих, самое главное, в плане технологическом, они очень развивают мышление и развивают координацию рук. Потому что вот это очень наш инструмент к сожалению такой же не как смычковый, где можно надеть смычок много звуков играть и координации проблемы координации меньше, там проблемы координации когда смычок совпадает с движением левой руки это большие те же сложности. Но у нас все так происходит. И поэтому вот очень хорошо развивает того же шрани играть можно просто или наоборот выиграть совсем другое это уже какой-то или играется непонятно а звучит интересно понимаете то есть вот я не имею возможности очень долго вам это показывать все может там при показе пьес что-то такое вы увидите услышите но во всяком случае этому приему нужно очень большое внимание уделять и в плане методическом и в плане звучания самого то есть это тоже один из способов то есть более глубоко мы играем ударом или щепком вниз так раздельный щепок он собственно и вниз и вверх это основополагающий прием потому что на нем строится все остальное переменные и тремоло и скольжение все на этом строится дальше переменный удар переменный удар здесь очень важно чтобы силовая равноценность и тембральная равноценность удара была одинаковая что вниз что вверх потому что иначе получается какая-то такая зацикленная асимметрия то есть вниз один тембр вот как-то был такой рожков балайшник нет и артистов мне пришлось с ним уже он был очень пожилой но все-таки он сказал что вот он говорю вот он был мастер как и трояновский вот эти вот вниз-вверх на балайке так делать что просто как разговаривали инструменты вроде он разговаривает артикуляционно как это вы делаете все очень просто у меня вниз это ти а вверх та я беру песни и пою ти-ти-та-та-та-та-та тити-та-та-та-та допустим или как она просится так я и пою а потом ти-вниз а там вверх все и вот таким образом получается то есть это еще раз подчеркнуть что вот это вниз-вверх не так просто и поэтому с ним нужно либо бороться либо наоборот его применять для того чтобы артикуляться таким-то образом и вот не случайно если выграю народно-революционные какие-то формы так ну в особенности русские может быть то вот здесь и не нужно может быть то делать а так там заложено да-да-да должно быть это будет уже Европа видите вот это должно быть какое-то то это в этом прелесть своя но если играть другую музыку то конечно нужно бороться с тем чтобы поэтому при игре переменным ударом желательно чтобы рука немножко была вот она так обычно естественно лежит на нашем было ровнее чуть-чуть чтобы «риво» 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok И так по многим случаях. Так получается, что я комбинационный, допустим, и пластин, спокойно. Дальше, следующая праза, она более напряженная по смыслу. Я добавляю, добавляю. И вот самая комбинация. Вот я максимум здесь даю. Таким образом, я эмоционально выстроил тремоло, что эмоционально праза выстроилась, и форма раскрывается так, как нужно. Вот в этом смысл. Еще, по поводу тремоло, еще есть несколько поправок. Значит, смотрите, что вот эта вот частота тремолирования, она имеет разные свои характеристики в разных диапазонах. Если мы будем на дому или контрабас, или бас тремолировать так, как мы тремолируем на дому и приме, то ничего хорошего не получится. Чем и страдают наши в артестах басисты, они часто пытаются тремолировать и создают ненужное напряжение и суету какую-то. На низких инструментах эти параметры смещаются. У нас, допустим, предел 20 до неприятного восприятия, а у них 12-14. К примеру, вот возьмите вы трейль на ронях. Вот я играю трейль с одной частотой. Трейль, в разных диапазонах. Вот здесь видней после диапазона. И послушать, что получается. Вот трейль. Достаточно нравится. Дальше. Да, дальше. Дальше. Мало, да? Поэтому. Чем выше, тем параметры частоты смещаются. Так и треймолирование. В низких регистрах мы треймолируем более спокойно. Вот здесь он уже. Один и тот же характер, одно же состояние, но для того, чтобы поддержать на одном уровне, я воспользуюсь и меняю частоту треймолирования. То есть это для того, чтобы создать. А плюс к этому я еще делаю оценки, где-то прибавляю, а где-то побываю. Дальше. А дальше вот такая картина. Когда мы играем в одной студии, это понятно, мы предела можем редко достигнуть. Я знаю, кто 22 удара в секунду может делать. Это очень немногие. Это могут делать. Обычно 20, 19, 18, такой предел. А для учеников этого меньше. Это не страшно. Главное, чтобы была равнопойная сразу ценность была. А вот по двум струнам мы можем чаще попадать в зону неприятную. Почему? Потому что за одно движение происходит два импульса. И вот часто наблюдается такая картина, что люди играют сначала по одной стороне. Допустим, Допустим, С той в чистотой. А два импульса. Поэтому сохранить. То есть двойный отрывает спокойнее. А тройные еще. Видишь, что происходит неправильное, да? А здесь я сейчас плюю. Он тем не может добавляет. Обратите внимание еще на одну вещь. Вот это я хочу немножко зацепить постановку. Вот эти вот прижимания. Это опасная вещь. Вот в минору комбинации я сыграл. Такое. Да, звучит. А дальше мне нужно еще что-то добавить, но без напряжения. Что я делаю? Я дома отпускаю совсем. У меня в воздухе висит. Обратите внимание, что два раза больше в воде стало, да? По размерам. Сразу же открылось больше от него цена, да? Или, допустим, я играю размышления. А где-то в репрезе вот эту тему идет очень мощный, очень трагический трампун. Помните, там у рояля идет. Так я что я делаю? Для того, чтобы как-то сопоставить, чем-то противостоять, я играю так. Начинало. Оттаж. Слышите, как она выросла вдвое инструмент сразу же. То есть вот это вот цена свободы, цена зажатости, цена закрепощения инструмента. Он должен звучать свободно. Совершенно свободно. Вот так вот двойные ноты. Значит, тремолевый нужно реже, особенно если они чередуются с недвойными нотами. Одинарный, я знаю, что я еще делаю. Один. Опять, опять, опять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот. То есть все время гуляю чистотой тремолевый. Все время гуляю. И я сам достигаю различной степени напряженности. И в этом, по-моему, большая задача. Я понимаю, что вы сейчас хавайте с детьми, это другое дело, но какие-то зачатки, зародыши это все равно могут быть и должны быть. И дети это быстрее, чем мы понимаем. Быстрее и спокойнее все. Получается. Вот такая картина с тремолевым. То есть иметь в виду, что... Вот такая картина получается с двойными нотами и тройными, и одинарными нотами, что здесь разные параметры, поэтому тремолевый нужно по-разному, отталкиваясь от разного исходного момента. Особенно, если вам нужно делать незаметно. Треск. Вот тогда я выхожу. Днясна, да? Днясна, да? Рывок. Я делаю это специально, я хочу на это ваше мнение обратиться, что не так это все просто. Вот. И не так это все, так сказать, может быть одинаково. Здесь очень много разных тонкостей. Дальше. Дальше, ну, к примеру, многие вещи, касающиеся легата. Вот в быстром движении. Ну, помните возвышение. Суета, скрипачи не любят им пройти. Да что такое? В чем дело, что происходит? Видите? Я отрываюсь от струны. Я вот на ней сижу. Не так? А. Видите? То же самое дальше. Вот эти тоже вещи нужно понимать и знать, где, как управлять. Играем мы Моцарта, что такое, допустим, мы можем руку отбрасывать. Я не очень хорошо играю. Или, допустим, играем у Баха. Здесь нельзя этого делать. Совсем штрих, геташе и другое, это стихи, другая эстетика. Ничего, совершенно не то. А вот. Здесь идет кисть и плечи, и мартизация. А здесь. Понимаете, то есть вот это вот спокойное умение работать на переведом штрихе дает разные звуковые характеристики совершенно. В этом тоже нужно как-то учиться и стараться это делать. Ну, и основное, что я хотел бы вам сказать, немножко все устали, значит, что еще? Что вот здесь, конечно, очень трудно эталоны какие-то такие приводить, что это столько, это столько, все относительно, конечно, и все. Это зависит от того, в какой ситуации находимся, что мы играем, вот, что было до этого, что будет потом, какой стиль, какой автор, какая эпоха, какой характер. Все это влияет, и все это, конечно, подходить можно, и потом вот научно находить, что нужно делать, а как делать, это уже дело методики, и как работать можно и потом будет и проводить на этот счет. Значит, я хотел бы еще особое внимание обратить по поводу, значит, такого момента, что вопросы свободы, мышечной свободы, это очень важные, очень главные для нас вопросы, потому что щитовые инструменты очень трудные инструменты в плане преодоления напряженности, потому что такая у вас специфика, много мелких движений, много движений, требующих очень точной координации, и это вызывает невольное напряжение. И от напряжения никуда мы не уйдем, но оно должно быть в естественных пределах и должно обязательно чередоваться, сочетаться с расслаблением. Ну, сердце работает сто лет, и больше людей живут, потому что оно то работает, то отдыхает, то работает, то отдыхает. Вот, в этом плане и мы должны уметь это делать. Ну, самое главное, исходное положение. Вот если мы где-то исходно зажмемся, где-то мы сядем не очень хорошо, то, естественно, что уже мы даем предпосудки. Теория такова. Теория говорит о том, что вот оптимальное, изначальное положение перед началом всех движений должно обеспечивать естественное среднее положение всех частей learning, что и среднее. Для правой руки, для кисти это среднее, это крайнее, это крайнее. Среднее, чтобы она могла, почему среднее, чтобы она имела возможность спокойного движения в любую сторону. Это крайнее, это среднее, это крайнее, это среднее. Поэтому вот это один из принципов, которые должны быть для руки, для левой руки, то же самое. Это крайнее, это тоже крайнее, какое-то среднее, чтобы можно было что-то делать, изменять, чтобы был запас движения в любую сторону, чтобы среднее движение обеспечивалось. По поводу постановки, вот там многие разговоры идут, там указания такие, где раньше, сейчас это и встали, раньше-то писали, там, держать белок на них, а выше, ниже, там, все эти грудные. Разные люди же есть, вот, но высоко плечо, беонистка, добра всегда одинаковая, там, гитара, либо лайка, понимаете? Получается, что для меня вот такое положение должно было быть, да? Для ребенка поменьше такое, а кто-то все маленькие, вот так, понимаете? То есть, тоже, вот так сказать, здесь все будет естественно, чтобы, во-первых, правая рука, чтобы естественно ложилась на параллельную струну, а не поперек струны, и играла вот в такой плоскости, нужно играть строго перпендикулярно, чтобы не было лишних вызовов и не было лишних потерь энергии. Это уже в этом положении головки грифы и дает. У меня вот так, у кого-то может немножко по-другому. Корпус сюда, туда, где что. Левая рука, вот ее естественное положение, она может и сюда, и сюда работать. Вот, это уже крайнее, это уже крайнее положение. То есть, вот посадка, вот на краешек стула и все, я что-то не очень сторонник этого краешка стула, по-моему, вот этим самым мы немножко ограничиваем и как-то провоцируем нашу спину, наш позвоночник каким-то образом неправильно работать, может наклоняться, его изгибать неправильно, или что-то еще делать, искривлять его, все. Поэтому, по-моему, изначально все-таки не бойтесь, пусть садитесь на полный стул и спину ощущается, спинку. Чтобы он ощущал какое-то, не опираться, а чувствовать, вот, и тогда он ровненько сидит. Потом он может уже подвинуться, вот уже после. А изначально же вот ощущение ровной, удобной спины, удобной спины. Не такой, как пол проглотил арши, да, а вот именно удобной, спокойной спины. По-моему, вот это вот краешек стула для начального этапа особенно очень опасное дело. Вот это неудобно, а раньше аркестратор, что он будет на краешке стула сидеть 3 часа, репетицию играть. Так, посмотрите на скипачей, они вот так сидят, вот, сидят, не говорят. Так. А мы краешек стула придумали. Почему краешек? А было бы нести. То же самое и с ногами. Ну, вот это, конечно, уже сейчас, мы слава богу, отошли от того, что нога на ногу. Это очень хорошо, потому что прямой путь к исследованию позвоночника, прямой путь к нарушению кровообращения ног и так далее. Это, в общем, плохо, поэтому скамеечка у меня на грифе. Особенно на двойных нотах это очень важно, потому что провокация зажатия на двойных нотах особенно увеличивается в большей мере. Очень часто зажимают губы, тоже мешает, поднимают брови, что-то, где-то какие-то гримасы делают. Это очень плохо и вредно, а я это вычитал у Станиславского. У него есть искусство, значит, мастерство актера есть, и там искусство работа на собой есть. И вот он такой эпизод описывает, что была актриса, очень талантливая, замечательная, но в кульминации почему-то она зажималась и не мог найти, вот не мог найти причину, почему она зажимается. Не мог. Да, и вдруг он обратил внимание, что она поднимает бровь при моменте такой напряжения, экспрессии. И она поднимает бровь, он обратил внимание ее, она перестала это делать, и все стало в свои места. То есть вот такие маленькие детальки, но это из области актерского мастерства, но тем не менее оно тоже самое. Все очень стыкуется, все очень близко. То есть малейшее, где-то косвенное напряжение, оно совершенно мешает. А учиться этому нужно очень просто. Я вот и дал материал, книжечку дал, если найдете, будет очень хорошо, полезно. Я некоторые фрагменты вам приведу из этого поводу. Возьмите, как вы сидите. Вот вы сейчас сидите, как сидите. Вот каждый из вас. Посмотрите, нет ли у вас напряжения, в котором совершенно нет необходимости. Наверное, есть где-то что-то напрягается. Есть. Посмотрите, как вы стоите в трамвае, в троллейбусе, как вы держитесь за эту ручку, вцепившись, спокойно повиснув или еще что-то такое. И так далее. То есть культура движения игровых и музыканских, она вырабатывается уже в быту. Где-то следить. И избежать ненужной работы мышц, которая не участвует в том процессе, который сейчас на данном этапе происходит. Это первое главное условие тому, чтобы где-то вырвать раскрепощенность всего при игровых движениях, воспроизведениях. Дальше. Ну вот возьмите вы, каждый из вас, вот свою, забрисовь на левую руку, да? И попробуйте, не двигая их пальцем, а бензинцем сделать движение к ладони. Вот попробуйте. Поехали. Остальные другие. Поехали. А теперь средний пальцем. Да? Средний. А теперь первым. А теперь безымянным. Понимаете? Вот это вот начало того, что, то есть, какую-то культуру движения вырабатывать, начиная с таких вот маленьких упражнений. Это не нужно. Если вы будете 10 раз упражнений делать, то уже все. Автоматизм здесь не допустим. Только вот в краткое время. Раз. И винул третьего. Задание дал, и винул третьего пальца. Все. Раз. Жевелил там большие пальцы. Или что-то еще сделать, допустим. Не только одной кистью сработал. Или одними пальцами. Или что-то еще сделать. То есть, вот это вот тоже такие моменты, которые, значит, служат началом для того, чтобы культуру игровых движений привести в порядок и в соответствие. Вот. Потом, значит, еще я применяю для развития левой руки эффект, не зажатых, а как бы блокированных пальцев. Ну, вот играть просто можно, допустим. Какие-то упражнения на беглость, да? Ну, то же ради как. Ничего не блокировано. А если вы блокируете третий палец, попробуйте. Вам это сразу не удастся. Блокируйте четвертый палец. Блокируйте первый. Блокируйте второй палец. Таким образом вы каким-то образом также привычите себя выполнять ту работу, которая необходима, и не делать ничего лишнего, особенно. Вот такие приемы могут быть. Заживается правая рука. Особенно подвержен заживатель правой рука, потому что самая большая нагрузка в ней, и все, на фривалирующих особенностей. Достаточно вам поменять положение руки, тем самым чуть-чуть. Если вы хотите изменить условия работы мышц в правой руке, сюда или сюда, чуть-чуть или сюда, сразу же у вас напряжение снимется, потому что условия работы мышцы сразу же изменяются. Так, поэтому рекомендуется. А лучше, когда вы будете это шрани, как отрюк. Кисть играет так. Поднимаете, меняете. Это все пути к расслаблению. Процессия не прекращает движение. Так же и тремолин. Тремолин с кистью, немножко перейдите, добавьте предплечье. Опять на кисть, опять. И все время какие-то смены, маленькие смены. Просто сидите так, чуть-чуть, извините, положение корпуса. Просто положение ноги, извините, положение что-то такое. Немножко извините. Все. Это все путь к расслаблению. Вот это, по-моему, очень важная и очень, так сказать, тенденция для нас очень серьезная. Ну и много, много всяческих, множество всего по поводу положения правой руки. Вот все-таки приходим мы, споря теоретически доказывая совершенно другое, а приходим к одному. Я посмотрел на донористов, на того же Ивко, на ту же Вольскую, на Цыганкова. Разные люди, разные, может быть, немножко подходы ко всему, у каждого свое. Но, тем не менее, и Ивко, и Цыганков, и я вверху другу-то правую. То есть смещенный средний палец. А не так, замок, мертвый. А смещенный средний палец. Что теперь достигается, я вам расскажу. Я так объясню, я срезначально этому стремлюсь. Но пришли уже люди, хотя доказывали другое. Цыганков тоже писал, что вот у Даши, замок и все прочее. Посмотрите, он играет. Вот так играет. Где-то он писал статье, что вот он у гитариста научился. Вот смотрел, у него был учитель, гитарист первый. Значит, что получается? Смотрите, во-первых, у вас большой палец один с одной стороны и четыре пальца мертвых с другой. Конечно, четыре пальца, тем более они идут узлом, так они гораздо жестче, чем один большой палец. Естественно, миатор вниз имеет одну жесткость, вверх имеет другую жесткость. И никогда ровного удара, ровного нетремона ничего у вас не может быть. Во-первых. Во-вторых, рука движется так или так. Она кистью центра, у нее приходится где-то по среднему пальцу. Так? По среднему пальцу, центр руки. Миятор сбоку. Значит, у вас рука не отцентрована. И уже дисбаланс, и уже биение. Как попробуйте на машине один поршень тяжелее, другой легче. И у вас все разнесет. У нас примерно та же картина получается. Таким образом, когда мы средний палец имеем освобожденный и чуть наружу, у вас смещается центр, смещается ближе к косе руки. И уже ближе. Следующее преимущество. Правая рука, есть такое положение несколько неестественное. Такое положение более естественное. Наклоняя чуть-чуть указательный палец внутрь, мы компенсируем вот этот угол, который возникает невольно. Компенсируя этим пальцем, получается диатор фактически перпендивлярен гриб в постоянном положении. В таком положении он немножко наклоняется. Ей нужно искусственно что делать. Дальше. А дальше играем, допустим, мы... Так, давайте играть. И зал. Как вы будете вытаскивать отсюда этого замка, если он будет зажат? Да никак. Это я один пример привел. Таких случаев довольно много. Когда приходится менять пиццикады. Или играем там... И сау. На флэпе, на фунжалеты. Вытащите этот палец. Попробуйте. Вам нужно паузу. А это нет паузы, нет возможности. А вот готов у вас. Готов. И последнее еще. Что? То есть у вас жесткость смягчается за счет смещения, что уже здесь не жесткое соединение, а более мягкое, через мягкую часть пальца. Вот. И кроме всего прочего, все-таки вот мы говорили, что медиатор плоский, медиатор повернутый. Немножко так играет нас. То есть работать в управлении медиатором, таким пальцем свободным, а не таким блокированным, всегда облегчена. Мы можем чуть-чуть и немножко корректировать. Поворачивать больше, поворачивать меньше. Где нужно высыпать, где нужно углубляться. Вот такое вот я хотел бы вам свои соображения сказать по положению правой руки. И по поводу движения кисти и не кисти, вот здесь значит немного быть категоричным, потому что играть приходится и кистью, и предплечем, и одновременно тем и другим. То есть тут установки быть не может никакой совершенно. Важно, чтобы кисть была раскрытка щена. Она не должна быть зажата ни в коем случае, потому что это, ну, во-первых, мелких движений вы не можете добиться. Во-вторых, вы не можете добить пластики, гибкости, мягкости пластики, гибкости руки. Я же вам показывал, когда нужна амортизованная часть, как кисть, как амортизатор, когда вам нужно чуть-чуть успокоить быстрое движение правой руки. Важно мы играем там крупные 16 и так далее. Вот, значит, вот эти моменты хотелось бы. И, наконец, флажолеты еще раз. Флажолеты. Значит, что касается натуральных флажетов, вот это есть натуральные и искусственные, знаете, натуральные – это открытые струны, искусственные – это на закрытых струнах, то здесь ясно, что мы играем вот там, схема. Я знаю, что многие почти не играют в целых флажетах, они спокойно учат, и очень хорошо звучат. Но это важно. А как быть с искусственными? Это очень просто. Играйте в октавные искусственные, подальше желательно. Вот этот флажолет – ну, ущербный какой-то. Ну, конечно, флажолет, но он какой-то ущербный. Ну, что-то делать. А не так. Вот оно. Сравните, разве можно таким играть, когда можно так. Вот тут расстояние. Квинтовые мы играем. Поближе, а квартовые – еще ближе. Вот и все. То же самое, что на подставке. Ну, и еще по флажолетам тоже же его можно окрашивать. Самый чистый флажолет, когда вот участок, который остается, это середина его. Видите? Как и звук, он имеет составляющие, особенно тактально. Вот. Смотрите, вот я играю в квинтовом флажолет. Вот смотрите, что получается. Вот. Звучит. Хуже. Подхожу к мертвой зоне, его нет совсем. Видите? Квинта на квинту. Потом. Потом опять появляется. То есть, эти зоны имеете в виду. Вот и так далее. А квартовые особенно. Нет, не бог. Потом он сказал, появится его, сейчас не будет. И опять появится. Вот эти вот опасные зоны нужно улететь. А тревцовые сорт нести. И получает. Все они звучат прекрасно и спокойно. Видите, да? А если не знать этого. Нет его. Поэтому. Смотрите, на правую руку. Ну, и мужа корректирует все время свое положение. И таким образом получается флажолет. И не нужно думать, что это громкое звучание. Оно тихое. Поэтому нужно ласково тихое. И желательно, конечно, чем выше вверх, тем меньше медиатора опускать. На октавные можно глубоко. На квинтовые нужно повыше. На квартовые еще меньше медиатора работает. И на терцовый вообще сам кончик. Вот. Это тоже улететь в виду. И не пытаться извлекать на виду. Конечно, точно. И потом он говорит... Ну, опускать стремим сразу же. Не нужно держать. Здесь она глушит. Вот как струна щелкнула по пальцам. Тут же отбросила. Вот многие секреты, которые я хотел бы с вами поделиться. Я просто чувствую, что мы все устали. И я что-то, наверное, забыл наверняка. Но, может, попозже, если когда будет время, мы что-то и вспомним. Вот. Вот немножко позднее можете поиграть. Вам можно будет чуть-чуть что-нибудь из музыки «Де добрый соло». Я хотел бы сказать вот что. Что под поводом игры соло у меня здесь есть такие мнения, которые не только мои, они и музыкачей, и волчилистов, и сейчас, и боговиков. Очень популярны эти мысли, что ничто так лучше не выявляет возможности инструмента как исполнение соло без сопровождения. То есть сама жизнь требует использования каких-то фактурных усложнений, фактурных обогащений и тембральных каких-то обогащений и всего и всего. И таким образом развивает возможности инструмента, развивает исполнителя. И он самостоятельный, его нет поддержки, что пианист перекрывает его, прикрывает, а ему его просто ограничивает даже. А сам себе предоставил, я как хочу. И в то же время здесь ясно, почему гитаристы, многие сейчас, они хватились немножко. Но у нас, во всяком случае, они же с фортепиано редко играли, сейчас почаще стали играть. Но, тем не менее, как правило, они ритмичные играют. Стихия. Потому что нет партнера, который бы эту неритмичную стихию каким-то образом бы подсказал. Метроном поставь, а тебе метроном живой, который не так казенно считает, как нам кажется. Вот, в последнее время они очень прибавили в академизме в этом плане, и это очень хорошо. А здесь, значит, мы привыкли наоборот, а для нас соло, как проверка нашей выдержки, нашего ритма, наше ощущение ритма и всего остального. Звук, ощущение звука. Какой смысл играть вообще в голову, если никто тебе не мешает? Ты можешь тихонько играть, тебе будет прекрасно слышно. И все параметры твоего звучания будут естественны, соответствуют твоему инструменту, и не будет дома, включая, как табон или как труба. Она будет звучать-то как дома. Вот, и по поводу еще одного, что оригинальный эпидурат для Донуэй Соло в особенности, или там сейчас для Балати Соло пишут уже много, и еще, он каким-то образом способствует выявлению инструмента, как самобытного, самостоятельного, ни на что другое не похожего инструмента. То есть, вот этот ручеек, да, я вам рассказывал про Чехова, который говорил, что в разной мире собаки есть, большие, маленькие, огромные, очень маленькие. Так почему все эти собаки должны лаять басом? Зачем это? Ну, пусть каждый лает своим голосом. Вот так и Домра должна извить и лаять, или петь своим голосом, своим родным, присущим ей голосом, который тоже приятен, имеет свои прелести. Ну, чем лучше, если бы мы скворим соловей или дрозд, например, или там скворец, или еще что-то. Ну, каждый по-своему, каждый по-своему хорош, даже кукушка хорошая, или там даже вороны, это как, и тоже приятно, потому что разнообразие есть. Вот в этом смысле не нужно бояться и не нужно стремиться идти в пути подражания, а работать на свой инструмент, и свой инструмент не может жить без собственного ретирала. Сколько бы ни длилось, как бы ни играли в скрипичные произведения, и фортепиальные приложения, и гитарные произведения, пока не будет своего, мы на этом свете, в этом мире, в этом океане, безбрежным и разнообразным, мы, так сказать, какие-то заменители, эрозации какие-то, а мы должны иметь свое лицо, свое собственное. Поэтому, всякие, кто имеет хоть маленькие творческие, стремитесь писать, пробуйте, а вдруг из вас выйдет композитор, и вы все так начинали. То есть, никто, как исполнитель, возьмите вы Шопена, да, Рахманинова, все они были блестящие, они создали блестящий, тот же Бах, тот же Бетховен, и Моц, и не блестящий, они создали богатый репертуар. Возьмите тех, того же Винявского, Паганини и многих других из АИ, они создали скрипичный репертуар. Так нужно и нам быть. И хорошо, что немножко у нас есть, что пишут, вот, а нужно, чтобы таких людей было больше. И поэтому нужно смелее пробовать себя, смелее пробовать, и каждый, что такое, а вдруг, каждому проснется по-такому, случайно, как с анонимами и бывает. Вот такой мой разговор на сегодня. А потом, если мы немножко отдохнем чуть-чуть, Я попробую вам поиграть, хотя я устал, но я попробую все-таки что-то поиграть. Можете, я в процессе игры и отойду. Вопросы какие-то партии, если нет. Так, ну так, что мы сейчас и расходимся, потому что, скорее всего, я минут через пять, я вам поиграю. Наверное, четыре пьесы. Это «Импровизация», «Танец», «Экспромт», и пять, наверное, «Лесовая» и «Озорной нагрежь». Попытаюсь сыграть. Произведения вам известны, популярны. Что можно об этих пьесах сказать? Это самое первое, которое я сочинил произведение, официально сочинил. И, пожалуй, это самое первое, что было написано для Дом Рысова. Именно для Дом Рысова. Вообще, в истории. Так, «Импровизация», «Танец», «Экспромт», «Лесовая» и «Озорной нагрежь». «Импровизация», «Экспромт» «Импровизация» 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 КОНЕЦ 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 Лирический арбуз для Дома Солова. Кое-что из других цифр привнесено. Это будет такой вариант. Песня, тараторка, лирические припевки и устремленность. Позднее песня и устремленность были использованы. Песня стала второй частью первого концерта для Дома с оркестром, а устремленность стала финалом этого концерта. Расширилась величественная материала. То есть это то, что надо будет показывать. КОНЕЦ 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 Я сейчас попросил серенаду сыграть. Есть такой? Есть, да? Не придумали? НЕ. Хорошо. Есть такая шуточная серенада в школе, она издана для Донбри. Ну, значит, она, я так не стал, чтобы коварство не проявлять, называть ее так она на самом деле. А на самом деле я называл «Маленькая серенада для не очень маленьких». Вот такое вот забавное название, а для не очень маленьких кто-то пытался играть или играет, она, наверное, знает, почему для не очень маленьких. КОНЕЦ 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 Сейчас серию вальсов. Я покажу вам четыре вальса. Это незатейливый вальс. Это, наоборот, лирический вальс. Там незатейливый вальс. И вальс «Шуточное подношение» Александру Циванкову. Три вальса. Четвертый будет потом. Три вальса. Эти все вальсы потом сделал, где я даю это дома. Я немножко, так сказать, давно играл. Соль загорел, но я слышно другое что-то. Так, лирический, незатейливый и шутное подношение Александру Циванкову. КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 И пришлось мне спуститься на землю, помолодеть на очень-очень много лет, попытаться вникнуть в психологию и где-то вот такой вальс написать. Я не знаю, как вам нравится, вам не понравится, но для меня это как гордость, потому что очень трудно в зрелом возрасте спуститься до маленьких деток, для 7-8 лет. Играет музыка 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 Притопы. Плачут, а потом притоповы. Вроде пляшут, но пляшут весьма невесело, мрачно и трагично. Вот почему плач с притопом возник. А как это возникло, это интересная вещь. В Донецке, когда я был еще, у меня была концертмейстер, некая Нина Фрововна, и она была из Мордовии родом, и у нее мать была мордовка, чистая мордовка. И я написал тогда протяжные веселые, где концертные песни вы не знаете, играют. И там есть подобный притоп, подобный протяжный, есть притоп, типа притопа, там такие всхлипывания. И вот она говорит, что я приехал, моя показала, значит, мама, когда вначале она плакала, а потом, значит, когда пошли эти переборы, значит, я немножко покажу вам это дело. Она стала плясать вдруг, на самом трагическом месте плясать. И вот это меня озадачило. Я думаю, как же так? Она тоже была озадачена. Потом я где-то вот подумал, и, по-видимому, вот это вот и есть. Поэтому вот этот плач вначале... Страшно невеселый пляс, какая-то пляска суровая, мрачная это все. А вторая часть, интермедсен, там как бы такая жизнь, наивный человек какой-то живет себе, радуется солнышку, бегает, суетится, что-то делает и все. И везде, как какие-то крокодилы жуткие, из-за кустов его постерегаются. Хвать, хват, хват, и никак не поймают ничего, в общем. И, короче говоря, он как-то уходит, убиливает этого дела. И потом друг видение такое. Там же вот в этих болотах, где раскольников утопили все это, мрачные эти леса, мордовские лагеря, где-то были концентрационные. Там, значит, вдруг видится такая картина болота, озера, где когда-то лет там 300-400 назад раскольников всех утопили. Они там погибли, ставят на дне болота. И вдруг из тумана вот на этих болотах вырастает фигура раскольников в белом саване, в таком колпаке, в которой они носили высокие белые. Фигура вырастет, растет, растет, поднимается, вот так погрозила кому-то пальцем, свернулась и снова ушла. И все, сначала все продолжается. Та же игра проводил, и наивный человек идет, и заканчивается. Ну вот какой-то вот такой вот смысл, например, не видится. И как-то я попробую сыграть, это фортепиантов изобразить, попробую. Она довольно трудная, но я все-таки попытаюсь им сыграть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А потом, в общем, игра оркестрового произведения и без фортепиана, и импровизация партии оркестра и фортепиана непривычно несколько. Поэтому какие-то изъяны и сдержки были, я бы очень сожалел об этом. Но я думаю, при следующей встрече, когда будет полный комплект, мы с вами увидимся и услышим что-то это и новое в ином качестве. А пока спасибо за терпение, за внимание.